Праздництво и веселье придется отложить, по крайней мере, массовые торжества. Рестораторы, артисты и организаторы говорят, что сокращение допустимого числа участников мероприятий с 50 до 20 человек еще больнее ударит по их бизнесу. Хозяин нескольких заведений общепита Дмитрий Чеботаревску сетует, что протянуть руку помощи правительство не торопится. Все эти меры власти позаимствовали у других стран. Может, там люди и умнее нас, но, к сожалению, их действия переняли неправильно. Абсолютно забыли, что нужно и поддерживать человека, когда ты лишаешь его заработка и требуешь, чтобы он оставался дома. Я не получил никакой поддержки, как и весь сегмент Харека, а также предприниматели малого и среднего бизнеса. Организаторы мероприятий опасаются, что люди могут не просто перенести праздник, а вовсе его отменить. Мирела Урущук рассказала, что к такому решению склоняются многие пары, которым уже не раз пришлось откладывать свадьбу из-за эпидемии. Ограничение в 20 человек невозможно для такого формата мероприятия. Если принимаются такие решения, стоило предложить и варианты выхода. Семьи могут быть многочисленными. Помимо жениха и невесты, есть наноши, ближайшие родственники, двоюродные братья и сёстры, родители молодой пары. Ограничение в 50 человек было приемлемым. Очередной удар по карману испытают и артисты. Концерты запрещены уже почти год, а сейчас они лишаются и возможности подработать на различных торжествах. В интервью для проекта «Телемагазин» певица Татьяна Хеге поделилась своими переживаниями в этот непростой период. Даже последнее ограничение в 50 человек было лучше. Недавнее решение вернуло меня в состояние стресса и озабоченности, которое я испытала в начале пандемии. Хотя, надо признать, продолжающая почти год пандемия закалила меня, заставила каждый день с этим жить. Чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения продлено до 15 апреля. Власти решили ужесточить меры из-за роста заболеваемости коронавирусом и нехватки мест в больницах.